Ух ты мой Лёвушка, я тебя так назову красивый, ты мой мальчик. Лёвушка, Лёвушка, Лёвушка. В заботливых руках новой хозяйки он сидит смирно, немного затаив дыхание. Свой первый праздник рождения Лёва отметил в приюте месяц назад. Сегодня у Лёвы двойная радость. Он научился есть из миски и обрёл своих настоящих людей. Дядь-котёнка из приюта Оксана Мишанова решила после того, как потеряла члена семьи, любимую кошку. Хотели же ехать на птичку, но сын решил, мама, давай в питомник, давайте в питомник. Пока Лёва осваивается и привыкает к новым членам семьи, в приюте продолжают жить его братья и сестрёнки. Их осталось четверо. За ними следит не только ласковая и заботливая мама Симка. Амазонский попугай Кирюша развлекает постояльцев разговорами. Привет, пока, дай. И это далеко не полный словарный запас Пернатова. Говорить на камеру, правда, стесняется. В приют попугая сдал владелец зоомагазина. Птицу словно ненужную вещь возвращали в магазин шесть раз. Он выдирал из себя перья, он на людей кидался сразу и без разговоров. Он вопил, как резанный. Мы его реабилитировали больше полугода, пока он пришёл в себя. Он оброс перьями, он понял, что здесь никто его не обидит. Зализывают раны в приюте многочисленные представители семейства кошачьих. Крайне не повезло теперь уже справному, пушистому и зеленоглазому Василию. Шею коту лечили несколько месяцев. Живодёры решили развлечься и повесили его на дереве. Периодически с ним надо заниматься. Это несложно, просто побрызгать вовремя или промыть береги водорода. Но люди уже не хотят такого, уже проблема. По схожей причине отказались и от Евы. 14 лет собака прожила в обычной семье. Но как только её детородный возраст завершился, с продажи щенков хозяин имел прибыль и начались проблемы со здоровьем, Ева оказалась в приюте. У неё не уходит язык до конца. Очень редко, когда он всё время висит. И когда она сильно волнуется, когда играешь, она начинает хрюкать, задыхаться. И если, допустим, уже орали что-то, может начаться какой-то приступ. Здесь Еву ласково называют мама. Она проявляет заботу о каждом питомце. И, пожалуй, единственную из всех собак носит на руках. Преимущество роста. Животных привозят в приют практически ежедневно. Сейчас в филиалах таких гостиниц содержится более 120 питомцев. От кого-то просто отказались люди, других находят на улицах. Нередко с травмами. Приходится ухаживать, ставить на ноги, лечить. Забрать домой из приюта можно любого постояльца. Одни, переступая порог, сразу спрашивают, какие у вас есть породистые животные. Другие говорят, нам самого красивого. А некоторые буквально с первых фраз говорят, здравствуйте, нам самого несчастного. И главное помнить, путь к самым преданным жителям планеты лежит через первую встречу. Ольга Павло, Григорий Плешаков. События.